Все мы ошибаемся, и совершенно не важно, сколько ты в туризме. Первый год или уже 20 лет. Но сделать всё плохо мы можем и самостоятельно. А сделать хорошо, то есть учиться на чужих ошибках, давайте вместе. Без долгих прелюдий переходим сразу к делу. 13 самых распространённых ошибок велосипедного туриста. Ошибка номер один. Использовать необкатанное снаряжение. На самом деле вариантов тут может быть сотни, а может быть даже и тысячи. Но приведу самые распространённые примеры. Забрали велосипед из мастерской, не проверили, как вам настроили тормоза или переключатель, и сразу улетели в путешествие. Возможно, придётся донастраивать самостоятельно. Купили новую пару обуви, решили её не обкатывать. Привет, криво выставленный шип на контактах и боль в коленях. Запаслись новыми сумками, решили использовать их без предварительных тестов. И снова проблема. Зачастую в бою всё может висеть и складываться не так удобно, как казалось в голове. Купили новый надувной ковёр, решили не проверять его дома и сразу опробовать в походе. Привет, бессонная ночь на холодной земле. И в большинстве случаев проверка снаряжения не займёт много времени, но избавит вас от больших потенциальных проблем. Давайте на наших примерах. Проверить велосипед после мастерской дело буквально 10 минут. Проверить правильность установки шипов, тоже буквально 2, поездки на работу или пару часов вокруг дома, и всё вы будете понимать. Проверить сумки, развесить их на велосипеде, посмотреть, как упакуется в них снаряга. 2 часа дома под ютуб. Ну а процесс проверки ковра вообще занимает 2 минуты. Просто надуваем его, кладём на ночь, утром проверяем. Всё, тесты закончены. И следующая ошибка отчасти перекликается с предыдущей. Не уметь пользоваться своим снаряжением. Если, например, купили новую палатку, попробуйте первый раз собрать её дома. Ведь разбираться в том, как она устроена, гораздо приятнее без спешки дома, чем под проливным дождём в походе. Но понять, что продавец забыл положить в комплект коле или дуги, под тем самым проливным дождём будет ещё более неприятно. Это также относится к тентам, к гамакам, к горелкам и всякому подобному. Разберитесь в том, как работает ваше новое снаряжение в спокойной обстановке, когда у вас есть время и возможность просто сесть и почитать инструкцию. Я, например, часто делаю выезды для теста нового снаряжения. Буквально в прошлом видео мы ездили в осенний поход и готовили снарягу к зиме. Заглядывайте, там получилось красивое видео. Следующая ошибка – не понимать устройства велосипеда. Он также немного перекликается с предыдущей ошибкой, но там мы не понимали, как устроена наша снаряга, а здесь мы не понимаем, как устроен наш велосипед. Настоятельно рекомендую вам научиться разбираться в базовых вещах, связанных с велосипедом. Из важных навыков я бы отметил следующее. Первое. Стоит потренироваться снимать покрышки, так как рано или поздно вам придётся заниматься ремонтом проколов. И лучше примерно представлять порядок действий заранее. Второе. Рекомендую найти старую цепь и научиться пользоваться выжимкой. Разобрать и собрать пины порой бывает не так просто, как кажется на первый взгляд. Третье. Разберитесь хотя бы в общих чертах, как работают ваши переключатели скоростей. Часто в сложных погодных условиях переключатель может начать не совсем корректно работать. И если вы понимаете, как весь этот механизм устроен, велик шанс проблему исправить. Все ошибки, которые мы уже успели рассмотреть, случаются при самостоятельной подготовке к путешествиям. Но есть хороший способ этих ошибок избежать. Воспользоваться сервисом U-Travel.me. U-Travel.me – это маркетплейс для поиска и бронирования авторских путешествий. В одном месте можно найти авторские туры различных направлений и в компании эксперты отправиться в незабываемое путешествие. Какие основные преимущества сервиса можно отметить? Первое. Ваша голова не будет забита хлопотами по организации путешествия. Эти заботы на себя берет проверенный гид. Можно просто расслабиться, посещать интересные места, пробовать вкусную еду и максимально отдаться получению эмоций от путешествия. Второе. В каталоге представлены тысячи туров в 190 стран мира. Поэтому каждый, даже самый привередливый путешественник, сможет найти программу по душе. Третье. Безопасные и комфортные условия оплаты путешествия. Бронирование с предоплатой в 15% и возможностью возврата денег. Перед размещением на сервисе все туры предварительно проверяются. А круглосуточная служба поддержки и возможность связаться с организатором тура до оплаты совсем не оставляют шансов на ошибку. Также, возможно, оплата в рассрочку. Желаю вам хороших путешествий и отличных воспоминаний. Подробнее по ссылочке в описании. Переходите и выбирайте подходящий тур. А скидки к Черной Пятнице до 60% на авторские туры сделают путешествие еще более выгодным. Акция уже идет. Начинается она 24 и продлится до 30 ноября. Четвертая ошибка. Не обслуживать велосипед перед поездками. Едете в большое путешествие, закиньте велосипед в мастерскую. Пусть проверят подшипники, колодки, работу трансмиссии. Стоит такое обслуживание, как правило, не очень дорого. Но оно может сохранить ваше путешествие от неприятностей. Ведь будет крайне обидно где-то в середине пути узнать, что умерла условная каретка. Опыта заметить ее смерть на ранних стадиях и поменять до отъезда не хватило. Пятая ошибка. Выбирать неподходящий под задачу велосипед. Едете куда-то в асфальтовое путешествие, но поехали на МТБ – ошибка. Поехали куда-то в дебри исследовать глубины этого мира на гравийнике – снова ошибка. К сожалению, в велосипедном мире нет ничего действительно универсального. И каждый велосипед, по сути, можно назвать инструментом. Да, безусловно, забить гвоздь можно и рубанком. Но стоит ли это делать – большой вопрос. И чем лучше вы понимаете, какие именно задачи ставите перед своим туристическим велосипедом, тем больше удовольствия получите в процессе. Хотите отправиться в так называемый кредит-карт-туринг? Это когда ездишь по асфальту между городами, питаешься в кафешках и живешь в гостиницах, берешь эндуранс-шоссе и горя не знаешь. В мокрую погоду не выезжаешь, катаешься по асфальту, по полям и по лесам без жести. Гравийник – идеальный вариант. Планируешь покорять бездонные бездны этого мира, выбираешь подходящую вариацию МТБ и в путь. Шестая ошибка – переоценивать свои силы. Это моя любимая ошибка, и мы до сих пор регулярно в нее попадаемся. Например, в прошлом году в Грузии мы с моим товарищем Георгием рассчитали весь маршрут очень смело и прямо на грани наших возможностей, за что и поплатились. Кстати, в описании оставлю ссылку на плейлист из того путешествия. Там очень красиво, целых несколько серий. Заглядывайте. И сидишь ты такой в офисе, уверенный в себе, считаешь, что ага, в этот день мы едем 100, тут едем 120 и так далее. В реальности же маршрут может подкинуть сюрпризы. И ты в один день идешь 30 километров в гору пешком, а на следующий день лежишь и болеешь от акклиматизации. В итоге за два дня проезжаешь 30 вместо 220. Какой совет могу дать тут? Совет максимально простой. Оставляйте себе зазоры. Комфортное расстояние для туристического дня в зависимости от его сложности это где-то 60-80% от вашего обычного комфортного расстояния. Повторюсь, не от максимального, а от комфортного. То есть, если вы комфортно во вседневе проезжаете плюс-минус 100, то в туристической жизни берете от 60 до 80 километров маршрута на день и точно не ошибетесь. Второй совет в этом блоке, если едете, например, в большое путешествие, составьте себе несколько вариаций маршрутов. Например, маршрут, если все пошло строго по плану, возьмем условные 500 километров. Вторая вариация маршрута, если все пошло даже лучше, чем хотелось, и едете с более быстрым темпом, чем изначально предполагалось, например, на 700 километров. И третья вариация, если все совсем пошло не по плану, например, 250. Ну или на вот этом расстоянии в 500, наметьте точки возможной эвакуации, чтобы, опять же, маршрут можно было сократить на 200-300 километров, если действительно все совсем пойдет не так, как хотелось бы. Седьмая ошибка. Не брать достаточное количество емкости для воды. Тоже одна из ошибок, куда я постоянно вляпывался первые несколько лет путешествий и походов. Сейчас у меня стабильно стоят флягодержатели на вилке и один в раме. То есть 2,5 литра воды всегда можно вести с собой наверняка. По необходимости этот запас может быть расширен генератором в сумке или еще одним креплением. И не всегда нужно возить эти емкости полными. Но всегда очень неприятно, когда нужно увеличить запас в дороге, а разлить воду просто некуда. А крепить лишнюю, даже литровую бутылку на велосипед, особенно велосипед с байкпакингом, крайне неудобно. Постоянно возить этот литр на спине в складном рюкзаке тоже мало приятного. Восьмая ошибка. Брать слишком много одежды. Тоже окунулся в свое время в это с головой. Очень часто мы можем взять с собой несколько вещей, которые функционально дублируют друг друга. Особенно остро это проявляется, когда температура воздуха становится низкими. Перспективы замерзнуть пугают настолько, что иногда при нулевой температуре можно увидеть в раскладке снаряжения термобелье, флиску, кофту, пуховку и еще какую-нибудь пуховую жилетку, например. И это только одежда для лагеря, без учета ездовой одежды. Хотя по факту для нулевой температуры было бы достаточно термухи плюс пуховки, в которых можно и ехать, и жить в лагере. Дополнительно этот комплект можно расширить флиской для комфорта во время статичной жизни в лагере. И сравните два списка. Думаю, разница очевидна. А ведь мы еще и ездовую одежду по частям не раскрыли. А как разобраться в том, какое количество одежды достаточное? Тут нам снова нужны будут тесты, и снова они будут непродолжительными. Буквально на час едете в ближайший парк, 30 минут проводите в активном движении, 30 минут в статике. Так вы сможете оценить и комплект одежды, который будет использоваться во время езды, и комплект одежды, который будет использоваться во время более спокойного времяпрепровождения в лагере. Вы точно поймете, нужно ли вам добавить еще слои, и точно поймете, если вам жарко и захочется этих слоев убавить. Девятая ошибка. Не думать о возможных изменениях погоды. Эта ошибка чаще всего встречается в горных путешествиях или в начале и в конце сезона. Смотришь погоду днем 20-25. Прекрасно. Едя в шортах и коротком верхе. Спальник на плюс 15. А потом бабах, а в горах ночью похолодало до нуля. Или поднялись на высоту 3000 метров, а там в июле снег выпал. И все, получается, приехали. Тут речь уже идет не о легком дискомфорте, тут речь начинает идти об угрозе здоровья и жизни. Поэтому изучайте прогноз погоды детальнее. Точная температура днем, точное количество осадков, точная температура на высотах. Все это играет роль. На первый взгляд может показаться, что этот пункт противоречит предыдущему, но на самом деле нет, потому что большой недостаток снаряжения ровно так же опасен и вреден, как большой его избыток. Поэтому собираться нужно с умом. Безусловно, вы будете ошибаться, особенно на первых порах с количеством одежды, но с опытом все сгладится, и однажды вы придете к просветлению и будете использовать каждую вещь, которую взяли с собой, не испытывая недостатка в чем-то оставленном дома. Десятая ошибка – не описать списки и собираться по памяти. К сожалению, память нас всех может подвести и будет крайне неприятно, разбивая лагерь узнать, что забыл дома спальник. Этого очень бы не хотелось в любом выезде. Например, у меня в телефоне уже многие годы есть три списка со снаряжением, которые постоянно дополняются новыми пунктами и корректируются. Список на обычный поход, список на зимний поход и список на большое путешествие. Я свои списки составлял и корректировал сам, но для отправной точки можно найти себе готовый список, коих в поисковых системах, в любых в достаточном количестве имеется, и использовать для начала уже готовый список снаряжения, а потом его корректировать под себя. Одиннадцатая ошибка – пренебрегать безопасностью. Часто вижу, что туристы не дублируют ключевое снаряжение или вообще не берут его с собой. Особенно это критично в одиночных походах и путешествиях. Вот что, например, дублирую я. Обязательно дублирую навигацию, маршруты загружены в велокомп, в телефон, в часы. Обязательно дублирую свет, налобник дублируется велофарой, мигалка на велосипеде, мигалкой в шлеме и резервный маленький фонерик на ключах. Источники огня. Одна зажигалка и спички всегда в одном герметичном месте, другие – в другом. Деньги и документы разложены в разные места. Например, права и часть налички я могу возить в кармане, а паспорт и другую часть налички вожу в сумке. Также, если говорить о безопасности, дальше будет небольшой список вещей, которые я в любом случае вожу с собой. Да, я их не дублирую, но не взять что-то из этого списка также будет большой ошибкой. Аптечка для себя. Тут расписывать не буду, бесконечное количество списков с туристическими аптечками хранят в себе поисковики. Аптечка для велосипеда. Она у меня включает следующие предметы. Мультитулы с выжимкой и плоскогубцами, несколько пластиковых стяжек, запасной петух, замки цепи, набор для ремонта камеры, заплатки, лопатки, камеры, насос, запасные спицы, тормозные колодки и ремнаборы для покрышек в дальних путешествиях, и средства обороны от животных, сигналы охотника или перцовые баллоны. И если вам есть что добавить в эти списки, пишите об этом в комментарии. Двенадцатая ошибка. Ставить палатку в неподходящем месте. Да ладно, разве небольшой уклон это страшно, спросите вы? Страшно. Вместо отдыха будете всю ночь ползать по палатке. Да ладно, обычная низинка, скажете вы. В которую будет затекать вода во время дождя, скажу я вам. Возле реки встать очень красиво. Красиво, но у воды будет заметно холоднее. На смотровой площадке, продуваемой всеми ветрами, тоже красиво. Но только если очень хочется ночью взять ромашку, сидеть в палатке и гадать. Унесет? Не унесет. Унесет? Не унесет. Отдых это наше все. И ставиться лучше на ровном месте, которое точно не затопит, которое будет защищено от ветра и раннего утреннего солнца. Ведь всегда приятно начинать новый день выспавшимся и отдохнувшим. Тринадцатая ошибка. Неправильно упаковывать свои сумки. Это особенно важно в байкпакинге, но на самом деле не только в нем. Какие частые ошибки я вижу у начинающих байкпакеров? Первая ошибка. Сумки, забитые битком. Почему это проблема? Все просто. Решили докупить поджоров в дороге, а положить их некуда. Стало жарко в той одежде, в которой выехали утром, а кофту или пуховку снова некуда положить. После ночевки не получилось скрутить спальник так же хорошо, как дома. И куда теперь его девать, критически не ясно. Вторая частая ошибка. Это неправильно набитый задний баул. Под сидельную сумку нужно складывать объемные и легкие вещи. Это позволяет избежать образования пустот сумки и позволяет максимально плотно закрепить сумку на велосипед. В девяносто девяти процентов случаев, если я вижу болтающийся задний баул, там обнаруживается горелка, баллон, пауэрбанки. В общем, все то, что и вместе нормальный лежит. И баул очень сильно оттягивает вниз. На этом с основными ошибками мы закончили. Все мы так или иначе ошибаемся, но лучше учиться на чужих ошибках, а из своего приобретать только интересный и запоминающийся туристический опыт. Если вам есть, что добавить в этот список частых ошибок, о которых вы бы хотели предупредить остальных, пишите в комментарии. Пусть другие туристы учатся на наших ошибках. Ну и на этом на сегодня все. Уже по традиции жмякайте лайки и колокольчики. Все дела, подписывайтесь на канал. В описании есть ссылочка, по которой можно поддержать канал и поддержать выход этих, надеюсь, интересных и, надеюсь, полезных видео. Хороших вам путешествий без ошибок. Пусть ваши выезды будут только приятными. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!